Здравствуйте, коллеги! Наш пресс-центр продолжает свою работу на выставке Retail Week. Радом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте! Нелли Игнатьева. Я возглавляю Российскую ассоциацию аптечных сетей и, таким образом, я представляю большое количество аптечных организаций, аптечных сетей Российской Федерации в общем объеме по обороту приближающих 40% всего рынка Российской Федерации. Замечательно! Скажите, пожалуйста, вы были спикером на нашей деловой части и, я так понимаю, у вас была очень интересная сессия по очень интересному вопросу. Ну, наша сессия действительно интересна, не только потому, что я как специалист и сведущий всеми вопросами, которые касаются нашей деятельности, она интересна всяко каждому. Почему? Потому что, ну, тот вопрос, который мы сегодня обсуждали, и те моменты, и те перспективы, и то, что уже было сделано, оно касалось дистанционной продажи лекарственных препаратов. Ну, и прошедший год, я говорю именно про прошедший год, он явился такой для нас в этом, в этой части значимым. Для фармацевтических специалистов он значим то, что к продаже дистанционным способом допустили только без рецепторной лекарственной препараты. Мы несем ответственность, как представители своей профессии, считаем действительно тем долгом своим, ну, не допускать и считать правильному умело доносить для всякой каждого, что рецепторные лекарственные препараты просто еще напросто не готовы, я говорю короткой фразой, не готовы к тому, чтобы их даже вообще рассматривать к обращению именно в сети интернет и именно используя механизмы доставки лекарственных препаратов. Важно то, что мы использовали международный опыт, и что лекарственные препараты даже дистанционным способом достаются только участниками фармацевтического рынка, то есть теми организациями, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, простыми словами, именно аптечные организации. Но в преддверии сегодняшнего дня буквально вчера мы получаем документы, уже подписанные правительством, который допускает на рынок лекарственных препаратов маркетплейсы, и вот сегодняшняя дискуссия, она была посвящена как раз тому плюсам и минусам этого вопроса. Представители маркетплейсов тоже были у нас на интервью и сетовали, что эта прекрасная поправка не была еще пока принята год назад, когда в ней так нуждались, чтобы люди, которые были в локдауне, которые не могли выходить, могли получать свои лекарственные средства. Как ассоциация аптек относится к этой поправке и считаете ли вы, что это тоже нужно было сделать раньше или все же наоборот? Вы знаете, ну нельзя сделать то, чего нельзя в принципе. Ребенок не может родиться, пока не пройдет 9 месяцев. Я говорю о здоровом, хорошем ребенке. С точки зрения той именно тех этапов ведения законодательного регулирования, которое осуществляется со стороны нашего правительства, оно совершенно, на мой взгляд, логично в силу того, что у нас всегда стоял вопрос, а как мы будем контролировать лекарственные препараты. Ведь лекарственный препарат, прежде чем он попадает в фарматическую организацию, он получает разрешение на обращение вообще на рынке Российской Федерации. И дальше, когда он обращается, то есть он поступает в логистические структуры, когда он поступает непосредственно в аптечную организацию, это все звенья товаропроводящей цепи лекарственного препарата, и все это участники, как раз таки контролируемого фарматического рынка, то есть те организации, которые имеют фарматическую лицензию. И если вдруг предположить, что лекарственные препараты окажутся где-то еще вне налаженной вот этой как раз товаропроводящей сети, такими, например, моментами, элементами являются, могут явиться пункты выдачи заказов. И тогда получается следующая картина, что мы полностью утратим весь тот контроль, который был уже достигнут с момента регистрации, ввода в обращение лекарственного препарата, ну и, по сути, открывается, если говорить о пунктах выдачи заказов, и пункты выдачи заказов не допущены к этому процессу, чему мы, не постесняясь того слова, рады, но с уважением и с благодарностью, что были услышаны, и наши аргументы как раз-таки рисков, а в части именно принципов не навреди, а тут уже бы риски были того, что в пунктах выдачи заказов, после того, как лекарственный препарат покинул помещение аптеки, если вдруг пациент его, его не было дома, он не получил лекарственный препарат, он рисковал оказаться где? В пунктах выдачи заказов. После того, как это один препарат там оказывается, мы прекрасно понимаем, что чудным образом это количество может увеличиться из одной упаковки, и уже назвать это лекарственным препаратом просто не предоставляется возможности в силу того, что никто уже не будет понимать, что за препарат, что за средство будет находиться в этих пунктах выдачи заказов. Поэтому пункты выдачи заказов категорически, возможно, пройдет время, но сегодня категорически нет, а что касается сегодняшних механизмов, которые предложены распределена доля ответственности между аптекой, вся доля ответственности возлагается в хорошем смысле на аптечную организацию, ну и на тех, кто доставляет. А те, кто доставляет, либо это штатный сотрудник курьера аптеки, которого аптека обучает, и которому доверяет на зону ответственности опять-таки в аптеке, либо же она заключает договор с курьерской службой, которая сама выбирает и по сути тоже выбирает тех курьеров, которых скорее всего нет на нашем рынке, которых она доверила лекарственные препараты, я имею в виду пока еще готовых к тому, что все-таки он везет лекарственные препараты. Ну а разрешение маркетплейсов, ну для меня это... Я сегодня процитировала, мне проаплодировали, зааплодировали на эту фразу, что каменный век закончился не потому, что камни закончились, а потому что развивается технология. Нужно идти в ногу со временем и действительно пользоваться на благо, но пользоваться очень аккуратно, точечно, взвешенно. Ну и положительно из этого постановления, которое мы обсуждали для розничной сети, розничной сети, под розничной сетью я подразумеваю все оптичные организации нашей страны, это то, что снят запрет, а он существовал до этого момента, ну точнее до этого момента, еще до 1 сентября он будет существовать, потому что постановление вступает в силу с 1 сентября. Это то, что дистанционной торговлей не имели заниматься розничной организацией, в составе которых находилось менее 10 аптечных организаций. Вот есть у нас требование, что нужно год проработать на рынке, это логично, так и должно быть, так и должно сохраняться, потому что в избежании опять-таки тех же компаний-однодневок, которые... Здоровье это слишком серьезно, здоровье это наша жизнь, поэтому мы должны контролировать и профессионально мы стараемся это делать. Спасибо вам за это. Есть одна чаша весов, на котором удобство, быстрота и так далее, но есть сейчас глобальные вещи, это здоровье и регулирование всех медицинских препаратов, и спасибо вам за то, что вы являетесь той чашей весов, которая регулирует именно здоровье и правильность потребления этих товаров. Я могу добавить... Спасибо вам. Я могу добавить вот как раз к тому вопросу, с которым, возможно, не соглашаются маркетплейсы, точнее, они комментируют так, почему это нельзя было сделать год раньше. И я коротко оценила в своем ответе, что взвешенно, логично поступает правительство. И с своей стороны напомню то, что у нас маркировка системы МДЛП пришла на рынок лекарственных препаратов, и мы ее с болью внедряем. Я говорю с болью, потому что это очень тяжелый процесс. Для лекарственных препаратов он тяжелый процесс, но, собственно, каждый специалист в своей области наверняка отметит свои какие-то проблемные моменты, но главное-то для чего? Маркировка нужна для того, чтобы мы отслеживали все движения лекарственных препаратов. Вот как раз-таки тот момент, почему ПВЗ, если лекарство вышло из аптеки, оно уже отсутствует в системе МДЛП, поэтому ПВЗ категорически нельзя. Но пока мы не настроены полностью, у нас не будет работать система маркировки, нам нельзя было какие-то дополнительные в товаропроводящую цепь включать звенья либо процессы. Почему? Потому что мы просто не были к этому готовы. Не потому что у нас не было этого желания, я говорю, от всех. Мы работаем для пациента, а когда речь идет об удобстве, это хорошо. Но с нашей стороны, это, конечно, хорошо, это всегда плюс. Но с нашей стороны, удобство не должно измеряться ценой жизни нашего пациента. Для нас это ключевое. Я думаю, на этой прекрасной ноте мы закончим наше интервью. Спасибо вам большое за ваше мнение и за вашу работу. Спасибо, до свидания. Будьте здоровы, не забывайте, что мы сегодня должны соблюдать дистанцию, и что у нас, у всех перед нами задача вакцинации добровольная, но я просто напомню про это. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok